Приветствую всех! Программа «Деньги от Апостола» успешно работает более 8 месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские, военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне по сути все равно с кем иметь дело. Меня интересует информация как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и т.д. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные военные темы. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели военные, независимо от их уровня, начиная от рядовых и заканчивая бригадными генералами, напишите мне, у вас ждет приятная сумма денег, если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нет ботов. Два, я никогда не пишу. Первый, без договоренности, три. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Контакты по традиции. Ватсап в приоритете, телеграм и телеграм-канал, на котором новости моего проекта. Владимир Вольфович нам все говорил. Владимир Вольфович? Да. А что он сказал? Какой-то предвещал это все. Предвещал. 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 Он не предвещал, что он окончил лиц. Ну это он тоже, по-моему, предвещал. А? Это он, по-моему, тоже предвещал. Сказал, война начнется в 22-ом году, но я в тот момент уже сдохнул, да? Не, ну у него там болезнь же начиналась. Ага. Ты именно сторонник Вольфовича, да? В смысле? Ну, сторонник Вольфовича. Не, ну, как нормально, ну, мне кажется, как политик был бы он нормальный. Угу, да. Только кричал, что Украину надо бомбить, да? А вот я не слышал. Что надо воевать, короче, говорил. И в результате вы здесь, ну, типа, для вас хорошо, что живы остались. Да, хорошо, да, что мы живы остались. Хорошо для вас, да? А другие же не остались живы. Ну, спору нет. Ну, спору нет. Так, а получается следующая ситуация. Все те, которые топили за войну, топили за то, чтобы вы здесь оказались? Ну, все, я проиграл-то. Да не, не, не. Ну, я не знаю, ну, как, так сказать. Судьбоносная. Не знаю. Судьбоносная. Ладно, меня Владимир зовут, еще раз представляюсь. Журналисты записали ваши номера, значит, мама не ответила. Ага. Она прочитала, скорее всего. Попробуем, короче, набрать на Абу. Твой отец ответил там, куча кекста. Он переживает за тебя, похоже. О, я на связи. Через час напишу. Значит, мы ему написали, да? И он, надо именно. Я очень долго не слышал и не видел. Пожалуйста, можно поговорить с сыном? Похудел он очень. Скажите. Отец. Жду очень дома. Отец. Переживаю за его здоровье. Отец. Отец. После вот этих фраз, переживаю за здоровье, настать запятую. Короче. Чтобы было понятно, что он подписывается. Такое, знаешь. А почему нельзя связаться с ним? Отец. Я же сказал, что свяжетесь. Типа, будьте на связи. Свяжетесь. Вот эта куча текста. Запись прослушал. Может быть, можно хоть три минутки поговорить с ним? Отец. Пожалуйста, прошу искренне. Я же сказал, что наберем, через день просто ответить. Типа, ну что ж, что такого? Короче, дальше читать не буду, потому что он меня и пытался набрать. И спрашивает, почему, в чем он виноват. В чем ты виноват? Я? Да. Я как виноват, честно говоря. Не знаю? Конечно нет. Не помню. Сядь чуть сюда, потому что, наверное, типа можно в кадр попадать. Так, ребят, вы даете добровольное согласие на запись с публикацией нашей беседы? — Даём. — Даём? — Даём. Значит, фамилия её, имя и дата рождения, откуда? Это секретная информация, вам она не нужна, так что вот так вот. Мобилизованы? — Нет, контрактник. — Контрактник, контракт подписал с лагеря? — С лагеря. — Это секретная информация, вам она не нужна, так что вот так вот, не важно. — Контрактник. контракт подписал с воли все нормально с воли аналоги был на сколько водок в 1 даже наркотики у тебя сбой и что все восемь воровайка так это женщина ворвайка ну нет это общая статья можно нормально спокойно общаться в общем суть общения дозвониться до ваших сказать чтобы не вас как-то спина забирали раз и послушать историю 2 история у вас смежная воевали вы по отдельности но ты потом через время попал к нему в подразделение когда всех твоих положение так когда мне приносит положили просто когда раненые отвели кто-то подразделение когда мы когда ты подписал этот контракт что дальше был 17 апреля 2024 года подписал контракт с воли это назвать цикл 18 патолема машин но это строгий режим 30-й мотостроковый полк томатский 1 года 5 ночной взвод первое подразделение ночной взвод когда это было когда подписал 17 апреля 17 апреля текущего 24 вас готовили именно ты лишь ночной взвод готовили именно к ночной работе готовили до ночной работе каким образом штурму там как зачищать дома как защищать улицы но зачищать именно нужно малой ночью подготовлен оборудование теплокея ну тепловизор ночники у меня примеру тепловизор ночник коллиматор все было сюда все обеспечивали сколько было в подразделении тех людей которые неизвестно с тобой приняли участие которые зашли волчанск ну вы давай раз уже волчанск когда мы зашли в волчанск 26 мая 26 мая вас лишь а вышли выдвинулись выдвинулись 23-го выдвинулись территории россии пошли на волчанск 26 вы уже были только я зашел на 26 сколько было с вами было 17 получается 17 человек а ваше подразделение первое которое пошло на волчанск или до вас уже были до нас уже были до вас уже были вот эту вот историю вот идешь идете вы научатся увидеть со посадку мари лесопосадка идете по лесопосадке всего размерами на поле почему где-то рота полностью идет полностью рота сколько скажу сколько у 115 уже половины больше не было кто 300 и кто порезаны до этого где они получили они между собой там между собой а кто кто поссорился кто чего-то зашел может 60 70 не более то есть нашим я правильно понимаю что из примерно 100 человек 30 друг друга порубало к только не в госпитале находится на данный момент только знаю я отлично ребята если вы смотрите вот так и надо делать это отличный правильный подход а как это произошло смысле что именно ну вот почему-то решили друг друга там порубали поехали отдыхать и на в этом момент конфликта отдыхать это разрешение у родного поехали в город отдохнуть это на территории россии российской федерации авто в городе шмякина шмякина-щебякина а себе кинок у вас депутат белгородской области мы находили белгородской области я понял и шо и в белгородской области поехал в белгород то поехал куда ну то есть разные дается время определенное сколько не знаю я примерно подходил вот пример я ухожу в 5 на протяжении одного дня должен успеть шоу кто успевает ну кто берет на один день то берет на 3 кто на 4 и естественно нашей культурно отдыхать культурно отдыхать все это привело конфликта у кого конфликт произошел кто там не поделил друг другом отношения не произошли не так все по-разному каждый не загляну каждому в душу в голову вдруг там уголочил что ты знаешь про эту ситуацию может быть там у меня пример у меня возводе один другому там что-то перепели один другого там начал розочкой розочки но это бутылку но я понимаю розочка там у вас полосал вообще просто база база смешной такой у вас что-то такое было не у нас слава богу такого не было более-менее адекватные люди так ну в принципе начало хорошая значит 70 человек осталось идете идем приезжаем до границы получается на урал западе вам быстро в эти в окопе может теченье часа считаются когда вы друг другу кромсаете нет если появилась у тебя появились ранения на вот или красная зона тогда да поэтому нет то есть если бы они друг другу по кромсали в подволчанском то уже это считались бы боевые ранения и у него там же какие-то деньги выплачивать мне кажется им даже никто не зашел до такого момента что там кто-то кого-то концерт бы начал ну то что на тот момент когда пример заходили мы вот мы зашли да прошли через минное поле мы вообще границы кто доехал на урал например я моя пятерка с камера заходил мы шли пешком до лесопосадки толь где находится сбор пешком пешком там нет никакого заболевания да все на нервиках там то что долго идешь а минные поля какие-то заграждения что-нибудь такое было награждением углекать забор пройдут зубы дракона называться на зубы дракона называются были надолго такие были мы обменами мы их обходили сторонами очень знали да у нас сразу уже был отмечен так и вы пришли непосредственно волчанско нет мы пришли лесополос начали первым заходить 23 получается может не начали заходить но первая попытка была неудачная потому что все начали как сказать высшее командование чтобы ну такой-то обумным куда его нести то караван идет его долго то есть они каждые 15-10 секунд запускали 10 по 5 по 10 человек а эта точка уже пристрелена устрела вот у нас смаз моего взвода полегли двое сразу это мой близкий вон снайпером и рпг-шник то то есть кассеты их ну большинство сразу полегли на этом на стрелять на на это на ставке то есть вот идет стрела такая развоение до захочет зал здесь островок здесь лежит ящик боеприпасами патроны там морковки вот там большинство полегу мы должны успевали но мы успели с маком не знаю живом сейчас не успевали эвакуировать двухсотых один раз но 10 секунд пошел просто против сам уже двухсот если оценить взять за основу примерно на цифру 70 человек которые жили по посадке там сколько полегу больше то есть 35 остается на своего взвода зашло 7 человек вот так больше еще и другие злода потому там поляса посадки сколько разбросано тупо вывозить но не успевает то есть идешь но же по сторонам вот они валяются то есть вот это косинь его кофе уже через два часа готов это пример как ночи мы тогда начали сейчас какую двадцать пятого муж до 25 то что уже 26 я утром был заходить два двадцать пятого пример вот мы с пареньком общаемся сидим вместе хаванга лучше начинается обстоятельств ведет кассета и ему пробивают просто я похожу мимо оба копию мучительно трупов много было да эвакуировать не успевали или просто не у меня не успевали они вообще они те кто успевают доходить до этого места выклад тех а кто не он не может дойти до я не знаю и они примерно того что в двухсотых забирали в украинской форме были там военные погибшие лесопосадки да нет не было эту лесопосадку как я послышал по разговорам ее оставили когда наши заходили и и просто оставили и вы отошли волчанск остались только минные поля ну как вы оцениваете как вояки тактический ход отойти оставить принципе это грамотный ход сужение фронта увеличение увеличение человек на линии обороны с учетом того что они как бы оставили не просто так нормально потом ваших полегло это в принципе было наверно правильно да то есть жертва да тем более погибло все пошли по пристрелянным местам по минометным пристрелянным местам у них не пристрелян только в поле и дорога то есть вот при мне я валяюсь лесопосадки поделим заходу на другая рота но другой полк уже заходит я не начинаю пристреливаться уже по дороге по полю идет кассета вот здесь а буквально в 10 метров от меня 10-15 метров ложат двух один они кричат 1 200 1 300 все один готова один год я не прицеливаю пристреливание по дороге идет дорогу поле чтобы не обошли как бы идете вы понимаете да что все пристреляно как бы что у вас но у косят в общем-то нормально да так и каждый из каждого каждую секунду может прилететь и все равно идет на другой вариант какой нет вариантов откатиться почему ну подожди вы понимаете так же данной ситуации используют в качестве мяса это не я сказал понимаете это или понимать то понимаем но дело в том что все-таки это война с одной стороны идти на вперед не пойдешь вперед все равно тогда тебя придут ну придешь тебя 5 500 ему в другое место тогда нас примеру взводник вот или взводник у меня был командир взвода он кричал тогда на полковника я ведь пацанов не пущу будет на пушечные выстрелы на мясо да не дает ну как я с вами говорит пойду когда зашли волчанский его даже не видел это последнее встречи наше с ним было на интернете по оси он хитро с вами пошел так что никто не догадался даже где он находится ну он же полковник до полковника дослужился конечно опыт но опыт великое дело как бы мы видим две разные схемы да вот на примере того что с вами произошло мы видим две разные схемы наши до оставляют какую-то там 5 земли для того чтобы отойти сохранить людей больше положить ваших то есть так можно на самом деле откатиться на самом деле можно да если ты видишь ну там поляже такое огромное количество людей не только можно но и нужно даже у нас у нас этой возможности не дают отката сразу считаешь на 500 до то есть ты отступил поэтому собственно говоря происходит то что происходит ежем на примере вот это уже с вами мы видим вообще всю эту войну с вас больше намного больше на вас намного меньше у нас меньше но мы экономим что называется мы не знаю не жертвы по-напрасному людьми у вас как бы да но при этом вы захватываете да какие-то там 5 километров 10 километров 15 километров там 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 а мы ему по чуть-чуть отходим в принципе вот это захваченная территория вы как-то видели вообще вот этих боевых действий нет нет ну то есть при таком раскладе если вы собираетесь пройти еще километров 100 то наверно надо еще два населения россии еще положить мне кажется не таком же такого раскладе что жаль нас меньше я не имею ввиду полностью все население 140 гривен и не игру по расстоянии ты знаешь какое вам надо расстояние а я не просто долет ну вот мне просто даже интересно ну вот вам говорят что вы увидите короче вот берем по вторую мировую войну там типа понятно надо было дойти до берлина уничтожить этот режим ну собственно говоря принять капитуляцию у вас где победа ваша интересного вообще нам вот как насколько мы слышали типа создать просто хотят 80 километровую буферную зону и все мы вообще не штурмовая рота ничего ничего не не штурмовое подразделение просто обычный мотострелковый полк еще и называют у вас на санитарная зона вот я себя я себе представляю то что захар сейчас вот это то есть санитарная зона это когда короче есть какая-то территория устанавливает трупами российских солдат вот это типа считается санитарная зона у нас есть давай дальше по истории ну пришли вы все-таки пришли в волчанск вас пришло уже там человек 30 короче хотя понимаем дальше в течение может часа двух полтора я успел сходить на эвакуацию с волшебником с волшебником надо позвать на руку волшебник все по-честному без обмана у волшебника сурима ну сходили там проводник вернулся обратно может пошел минут 30 там своем проводник да то есть он там раньше был мне они просто несколько раз ходили и знают на трубке то есть он уже был там 20 понимают что вот нет нет он просто знали его провели тоже кто-то когда-то шел показать один провод показали дорогу направляет дорогу показывает другому и дача которого он повел старый тройки четверки выбирается один хорошо запомнил тропу если очень хорошо запомнил то он поведет всех остальных он и будет туда же сюда туда-сюда туда-сюда то есть право на ошибку если он допустит ошибку это понятно вот так как как их повел проводник они узнали узнали в течение вернулись вот волшебника с эвакуацией в течение минут 30 20 собрали 28 человек то есть был я студии злодов с моего взвода было да это уж не важно ты можешь назвать их позорные имена и все такое прочее потому что меня задолбали просто писать ну можешь никнейм он известен да и мне пишут поставить россии а то а то неизвестно ли про этого не попал ли этот спренд а не попал ли этот спренд то есть если можно звать 28 человек которые уже точно не попадут никакого френд может что-то сделать правило командир роты бахай он 200 и то что мы с ним были вдвоем замыкающий звук а юг это вообще другую другая рота другой взвод другой полк вообще а у вас из этого конкретно был состав есть с моего это у вас типа как что мы считали что он был ну ты же назвал часть или не называл каша части нет все не золото что-то а это типа как от этой части идет подразделение ну-ка у кого-ка ваш мы с ним на лагере сидели он тоже ну короче все 20 человек остался еле нас повели вот проводник русский нас поют отправил нас на одно здание далее там сразу 1 200 было юг маленькие налетели коптеры маленьких то есть его разорвал мы забежали в дом там пока баха пытался связаться по рации с командующими у нас налетели взорвали полностью выбери окна вот таким маленький тоже это все это все то есть у вас система такая она вроде как и легкая вроде корешки пешки непонятно то есть работают большинстве не как примеру у нас дорожка будем у вас работы просто техника у нас я меньше вам много раз или используют лучше или использовать до меньше и короче всех развалили именно в жизни мы когда пошли в обратку откат начали делать она начала работать полька но команде он сказал откат меняем возвращаются на исходную точку и возвращаемся я кричу баха шкуку сейчас посидит на час-полтора и пойдем обратно нет мы начали делать откат пока поработали минки пока поработал полька дроны марики и мы начали действовать идти вперед то есть назад откатываться откатываться я думаю мы идем вообще в сторону гаража то есть ну дорогу до гаража то я знаю а мы по другой торопе пошли вот нас успел на него еще на другую такую пацану пацану подправили не истерия и мы выходим зданием перекрышки от давать перекресток а у нас улица на зачистку до были две на 1 до этого потом нет пока мы не должны увидеть его вот этого его вы часто только поймает или этот перекрестка и другой совсем они вышли на другой стороне то есть на одной стороне улице мы стояли на другой стороне вашего ojga они вышли перешли дорогу и вышли на сторону ваша поистку который мои ована яйва и нанат дает обозначение тремя выстрелами я ему стрелялся также но эти три выстрела были окончательно то есть начало первое прилетела граната вернулись 2 граната задела меня осколком 3 там на глушнянка буду войну мы начали перебегать вот вместе со всем кто остался начали перебегать перекресток и большинство любви к большинству соседей на перекрестке только я не остался на и потом я уже оставил в своей группе но как оставил это просто я уже понял я смотрю вперед а этот глаз не видит смотрю а там калитка думаю ну ничего не пройти потому что она закрыта смажу в сторону там считается кусок железа присматриваются там ворота я забегаю задом и попадая на как вас вот в сарай сижу в сарае слышу разговаривают наши ваши тоже разговаривают на русском думала чем не было бы начиная выходе глуха сангу такой-то такой-то все выкажите я показываю себя подожди и меня привели потом кто короче ты попал к его подразделения я попал к нему ко мне лично или нам лично не у нас там было четыре человека подразделения то есть этот как его закреп группа закрепа ну все что осталось нас рот осталось все тогда 10 или 12 человек а вы когда куда заходили мы 9 мая начали заход вот наша пятая роста 9 мая вы начали а вы такого вас с этим начали заходить я там долго бумай мая так был в волчанске просидели более двух недель до 20 дней так хочу нас сняли мы стояли месяц подразделение тысяча девятый полк 1009 мотострелковый 5 рота сколько людей вас туда отправили роту всю нашу роту точно потом как я уже слышал что 4 6 роты были но мы не соприкану я то есть не шестерку не пить на четверку не видел к с кем-то там отмечество стояли наши роты 8 мая нас привезли его на границу вот россии украины стояли мы в полке в лесополке и и этот ночь мы там переночевали но мы были налегке вообще только то есть автоматы броники на трон ночь мы переночевали из на следующий день начался переход границы там тоже у них там что-то не по плану пошло много кто из пацанов ну 300 очень много там получается зажали тоже воздухом и кассеты но и мавик и баба яга кассетка в каком населенном пункте было ли я не знаю вот где вот этот трезубец был их ров противотанковый там большая часть в этом рве их просто закидали кассетами там только 300 тогда тащили то есть на следующий день вот только взяли этот первый опорник ну один опорный пункт надо было взять я не знаю там что там поселков там не было то есть мы зашли с лесополки взяли опорник но это было часа норов в три и вот мы читаем последний самый уходили с лесополосы вот которые изначально стояли пришли на этот опорник ночь переночевали там опять руководство собрала там ну вот что были уже кто двигаться мог в адекватных скажем так 300 это не было с нами уже все были эвакуированы и то есть вот они ушли у нас часа через два подняли вот нас осталось 7 человек принесите бы к волчанск они волчанск тут километр быка отнести говорит сказали что и этот ну вернетесь назад мы еще пошли на легкие брони каска у меня магазин по пояс разгрузочный оставил на позиции то есть без него пришел дошли до места нам сказали что типа видеть и волчанск с патронами с этими с гранатами со всеми сумками пришли волчанск нам уже командирует и говорит что типа все вы остаетесь здесь ну и вот так вот мы волчанск вы зашли выходит 11 с потерю вес мы так тогда еще заходили ну тогда еще как бы еще вольную по улицам ходили а до вас в первых доме 1 1 1 ну наши привод штурмовая группа они зашли первым ну и то есть вот меня как закреп оставили а ты до этого принимал участие в боевых действий в девяносто шестом году чеченская чеченская война тоже интересная тема не очень не хочу об этом говорить сейчас затрагивать этот момент тогда у нас даже выбора нет не было сейчас был срочником я тогда срочником и этот ну то есть пришли мы волчанск ночь переночевали и вот на следующий день это уже 12 числа получается зачищен как пошли штурмовые группы вот зачищать эту улицу некрасово или как она называлась не помнишь хлеба не хлеба это было вот это кажется вот на которой мы были вы не помню что значит данном случае защищать там же никого из наших прошли по домам посмотрели что чтоб не было прошли определенное определенное количество но при на к расстоянии сделали закреп до пришли другие крепили здесь на потом нет нет погоди погоди зачищать это то есть вот ну штурмовую группу прошли они зашли по домам посмотреть что да нет ни пулеметов никого там на украинских поиск все вышли с этого дома зашли в следующий скажите а дома были похожи на недавно брошены на недавно оставлены какие-то дома были открыты какие-то были закрыты домашние животные какие-то признаки того что там жили люди я стал курятник принял курят поросенок ходил люди местные жители местных попадались мне ну вот когда вот на этой улице это уже за крепом шоу мужчина женщины но я потом больше не виду как а вы с ними разговаривали зачем нам было не то что запрещено мы вот первую ночь когда ночевали этот зашли в дом ну дом открыт все зашли там дед какой-то потому что вот можете здесь остаться ну и аппарат с эспрессиным сказали с гражданскими уже не оставаться потому что из-за нас и средства это подвергнуть опасно за риск опасности то есть будут вы отстрелят будут бомбить нас и соответственно по из-за этого пострадает гражданскими и заботливые а как бы с теми всеми гражданскими которые там спокойно жили пока вы туда пришли нам было так сказано наша задача я понимаю я не про задачи я про мораль чуть задачи про мораль причем не мораль общее какую-то там геополитическую а чисто человеческую вот курятники свиньи бегают куры бегают а значит это люди там жили значит у них было хозяйство значит у них была какая-то жизнь дома машины работы и зарплаты не знаю и так далее так далее вы туда пришли им пришлось все это кинуть и убежать вообще просто собрать две тормой быстро и убежать скажи пожалуйста это похоже на освобождение у вас по телевизору говорят не иначе как что вы освобождаете какие-то территории вот мне интересно от чего освобождаете от жизни я так я об этом задумался надо задуматься я хочу сделать это теперь все как бы мы это помним веке я вам показывал сейчас я сейчас не хочу ей сделать это сейчас я вам скажу вы можете себе сделать это два это э Субтитры сделал DimaTorzok 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 висит сначала попробовали по ней стрелять но смысл там там . с автомата этого нас ружья или чего-то стрелять настрой она на нас уже заходить могут убегать хорошо в трое трое нас было ему в разные стороны рассыпались то есть там не успел среагировать видимо оператор чё за кем и он высоко взорвало я чую меня по жопе ну зажгу все во двор забегаю человеку кричу посмотрю у меня жопа не мокрая кровотечение сильное не сильно мне парки так отодвинул ничего кровь идет там вот пока в соседний дом там не забежали уже чтоб носа укрыться от минометов и фипе их там портки уже снял да там ну все заматывать тут не будешь этим 3 1 фото но да вот мы уже с токами забежали в дом к опрятались тоже от полика шкафу сижу вот так все заныкался сижу в шкафу повезло что не выше ну просто сил все автомат вот так вот стуха зикой за дивана диван сейчас дом пересидим минут 10 до подвинем 1 и пешка 3 прямо в диван прям в этот шкаф 2 3 я просто громда залетали они взлетают в девочки прям в дом заходят еще немножко еще есть такие которые пиппи сбросы делают прямо в трубу вот блин да да не афи пик это наш байва наш больше ума нет понятно я имею ввиду что бойцы научились уже короче вот так вот тоже не может прижать также сел это не с ними тоже был выезжал на позиции смотрел как вот говорю сел я обычно садился ну слышу фипе заходит это в доме было сел автомат между ног поставил меня вот чуть-чуть руки торчало пипиха крышу пробила в толчке туалет и душевая пипиха крышу пробила влетела она взорвалась то недалеко там нет двери бы не было мне суда ударил этим косяком или кирпичами его до скобки тоже я попытался оттуда одну шарик вытащить никак в полевых условиях и вот до того момента как вы в плен попали больше ничего интересного в одном доме истории как про шкаф там например она пошли когда вот в обладку . вы бежали когда нам пошли грана вред короче ну идите идите через кладбище только ты знаешь как я знаю но когда мы вышли на кладбище будет и другую не шел все шел по другой вот здесь не попало стране было были частные дома по левую стол по левую руку меня были эти каких кладбище то есть я шел по дороге перебегал ну как раз это были вышли на дорогую сторону чуть-чуть короче прошли спрашиваем видим дома крыну нам говорят большую идите на фабрику производственное помещение нам говорят идите на фабрику 15 раз просили мы едем два красных здания одно большое одна маленькая в какой нам идти в большое а опять же 15 раз прошло точно в большое точно нам еще говорят что вход с тыла ну раз у меня мне говорят что вход с ну сзади обойти здание я еще так за гаража то видно что входа то нету нигде но с кладбища там еще по кладбищу пробежаться надо это по крайней мере воздух везде висит минометы и все остальное пулька прям рядом и мы хорошо с ним пачку сигарет нашли у нас курить не было мы тут сели в кустах покурили все я говорю нашим скажу чтобы ну караулу что постреляли то свои же дома ходят еще да 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 и вот мы все убегаем за гора перебегаем гора перед нами горит гараж стоит все гараж стоит мы перебегаем улицу тут кое-как бегом кладбище и на кладбище улицу все за гараж забегаем по нам начинают лупить и пока пулемет нет наш ваш мы мы так и чему-то думаю к нашим причин да потому что гаража свои свои мне еще больше туда закатывают насыпают гранаты хлоп хлоп прилетели я потом голову то высовываю вот синяя все не скотч на касках я понимаю что это украинские войска кричат что бросая автоматы будете жить малой первый вышел я ты еще метался у меня был там план как сказано там есть минутам небольшой проем прогон между гаражом и этим зданием я думал что стегануть между ним пулемет у меня не достал давай еще один вопрос философский такой для зрителя таких как вы которые могут смотреть думают прийти сюда не прийти скажи пожалуйста где российскому военному солдату на неважно мобилизованный контракт и ему безопаснее в штурме или в плену понятно в плену только доехать надо легко да вот это да когда думал сквозануть ты себе смерти искал по сути потому что ты сквозанул бы а через день ты уже бы не сквозанул бы по логике дать его по теории вероятности типа когда а так ты попал в плен все вот сидите три раза в день кормят насколько я знаю природа неплохо так ну наверное получше чем вы пытались ну когда были в турмах я не утверждаю нет в тюрьме когда я питался хорошо ну тогда пока нет или передачи на что-то славе и сам неплохо заработал я модерист автослесарь я в лагере сидел в автосервисе работал тут как говорится тебе все карты в руки не за это я говорю на передовой да мы человеку что идите сух пойти это если они есть достаточно здесь вы едите как бы 1 2 только что не хватало до 1 но у нас у трусы молодец как-то что-то суетнется на этих на сухом горючим он и кофе скипетит на 1 таблетки и все все такой парнишка был питерский питерский уже нет природа не работа с премьер я поворачиваю много кто таких русы русы а он высокий ну по нам пулемет что они начали гранатами закидали пулеметом отработали полетели это последний эпизод о котором рассказать от когда вы уже спрят попали нет нет это вот когда он шел и вот мы че он вышел что кричат что бросай оружие выходе я смотрю уже стоит на без автомат брошен и мне еще кто-то 2 ну что там вдвое бросай оружие или мы сейчас его завалим но тут уже на не окончательно сыграл и выше автомат скинул ты боялся в констоваться на я не боялся я не знаю почему я предполагал того как вошел в первую очередь у нас короче в жопу задумал педа у нас у нас у нас было распоряжение не сдаваться в плен в плен не сдаваться для этого всегда для сам патруль граната а когда споряжение или пропаганда просто не сдавайтесь потому что по новому обоганда будет распоряжение как как тебе могут распорядиться убить себя в голову патрон некоторые есть я могу сказать никогда помидо ну это наши гитре из 3 все залетает там пола с этими как с гранатами вдруг их не нам прикалывали в плену мы когда попали всем а нам тупиками нет что чем гусь ты ну задают вопрос часто что ну по чем у вас и подают наркотическое средство когда там ну не знаю я его не пробовал ну а дело в том что говорит я говорю еще такие вопросы да говорит вот у нас калитки выбегают двумя монками в него два раза с него в него говорит два раза попадают но по пол магазина а он еще обратно убегает под чем говорит так человек может бегать я говорю может я столько пьяный и болевой шок а так ну когда нас плен взяли да сначала покричали пошумели потом все успокоились видимо адреналин у людей спал все привели кофе напоили шоколадом накормили покурить дали мы еще сутки считать с ним с ними там было так обычно да и вот тут вот к этой теме про цели про цели цели вашего президента который объявил вот это вот спецоперацию сейчас понятное дело что она не спецоперация никакая настоящая война похоже на спецоперацию третий год нет то что вы видели это похоже на спецоперацию спецоперация участвуют какие-то непонятные мобики зайки пенсионеры и малолетки сейчас я буду общаться 18 на санчасть 18 лет у меня вот парня ему два летки подними 20 тебе 20 парня без малолетки поднялся вот только только подписал контакт уеха вот он 200 мучился мучился да завалите губы у нас такой же 919 корни жгалился от чего он получил травму а вот кассета ему прилетел его купил лежала попытались перемотать сложить как они вообще ну они как они ждали ждали в этих медиков на руководство много пробегали рискового льва паху льва побегали осмотрю сгущенный еб но учил так гудит ну как будто бы утром летает над голову еще с маком переглядывались думаю маговый чуть такой даже не в курсах чуть дальше проходим в окопе валяется я буду давно часа два уже понятно вот так войне тягу его это он случится будет лабарка что-то может часов восемь уже пацанов вижу в учебу вы получили на ушел вот эту руку кулку ушел то есть его так и не заваливался сам сколько лет ему было 17 лет 18 вот усмолить и только-только поднялся малолетки поднялся и сразу поехал так звали тема по моему фамилию я знаю позвонок сгущенный сгущенный но родители же наверно в курсе там нас смотрят вот сгущенный 18 лет просто просто его больше нет и как бы не сильно понятно что здесь забыл да что он сделал зачем он сюда пришел 18 лет это вся жизнь впереди вообще что он вообще еще ничего не то есть ваш сын погиб вообще непонятно за что и вот все сыновья остальные которые там снова лет не понимать они снова лет думаешь они очень хитрые поеду заработают денег там снимут судимости и так далее но у них шансов вернуться домой сколько у них шансов но но шансов отвоевать 20 процентов 20 процентов сколько шансов остаться 20 процентов я как раз беру те кто 300 тысяч ну ну смотря каким 300 с конечностями остаться из-за этого но с ним разу мало у нас тех кого забирали но я освободился уже тогда а те кого забрали зоны вот самых первых еще вагнер 90 человек с них никто не остался меня дурган с вагнер вот он нас особого режима ушел оставалось две недели додумал тогда у них еще реально действовал эта херня с контрактом полугодичным до года контакта и помиловка и вот две недели до окончания у него в сон через две недели дома у него пошли на зачистку и зачистили а второй парня вот у меня дамир красавчик он вернулся тогда контужный ну поменялось общение речи у помощи поменялся у нас это и он живущий с дома воровический такой с нами сидел ну с моего города об этом никто не скажет в этом дань что он это прошел это все если он отвоевал полгода и скорее всего он был в мясорубке все вот даже вот все говорят все кто попадает проходят пока не верим и проходят две недели обучения и кидаются у нас первое боевое задание было пример у меня мы поехали в лесополос вообще на скале 2 2 километра до деревни а на самом деле там было поменьше то есть вот мы проходим аварты уже вот деревенька она снайпером буду то есть вот я валяюсь вот здесь опять же лесополоса нам какая-то туда как будут заходить эти ваши держать точку ну все держу сзади меня пулеметчик сантехник здесь герц малый впереди кабан пулеметчик тоже сидим 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 я понимаю что-то перестрелка идет смотрю у меня щепки от моего дерева и короче ходу сторону малого но герца буквально вот проходит может секунд 15-30 по моему месту проходит пулемет все я наверх вы чё произошел будет у нас будет два двухсотых и три трехсотых чему заговорила вот этой вот все смертности о том кто воюет и кто какие то есть короче на спецоперации какие-то террористы кино и спецы залетают всех обеззоруживают короче в полу головой в общем да разобрались там это все это длится короче несколько часов это по типу руки за спиной мордой в полу работы очень мощные ребята они постоянно проводят операцию короче то есть отметили какую-то бабушку там или там женщину какую-то и там даже щенку какого-то без безоружного вообще ботана какого-то это вот 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 эти спецоперации они конечно шарят тут вообще вопрос просто узбеков узбеков бабки узбеков будем унижать узбеков у таджиков тоже ну понятно ну вот забрать я управляю пример вот со второго подразделения с моего взвода все пытался пытался хотел короче на это как я не хотел в боевую точку ну вот именно попасть в пекло вот сюда вот как будто как мы попали но когда мы прошли я вот так и не увидел он вроде шоу впереди меня потом оказался впереди командира взвода потом сказали отката он попал от командира взвода и как-то пошлигнул меня то есть он прошел еще так незаметно что он попал без вести сдулся вообще полно и сейчас кто-то кричал что 500 откатился вообще на исходняк то есть шел до самой границы когда тебе расскажу есть такая программа у нас называется хочу жить все расскажу программа хочу жить это когда ты владея любым устройством телефона доступ к плану живут я был к чему-нибудь электронной почте там пацан пишешь нам я такой-то такой-то короче я воевать еще не хочу на меня заставляют у меня выбрать инструкцию шо идеи до какой точке короче день как тебе петли чтобы выйти на нашу сдаться и приехать сюда в эту планету и в другой какой-то никто и никогда не скажет из наших что вот этот пленный сам сдался а вот этот вот не сам сдался ты или ты который сейчас не расскажешь эту историю это может быть вообще реально выдуманная тупая история на самом деле вы нормально записались и чтобы вас короче не за 200 вы пришли просто установленное место и просто тот который кричит что он хочет именно на передовую ну вероятно он уже просто знает чего он туда хочет и знает куда ему я надо выйти чтобы остаться живым это не всегда так но это может быть так но я уже не видел кто-то говорил что он вообще-то с нашел бы это может ты его скоро увидишь в рдк например с нами парнишка был наш русский боясь за воюзову которые вот как бы оценили трезвую ситуацию да что это даже не война россии и украины как таковой перемалование славянского населения это вот сумасшедший правитель который на данный момент есть россии и его окружение решили себе что-то короче что они там очень быстро захватят украину у них ничего не получилось ну и теперь они просто занимаются как бы сказал тем чем они занимаются все равно сколько здесь поляр вообще все наших ваших вообще без различных нам деваться некуда мы дома как бы мы не можем мы можем конечно взять и там и убежать из страны куда-то в другую страну так это же нереальная ситуация вы можете остановиться и не идти сюда и тогда война закончится как бы все просто но люди которые там пришли там я они разными идеологическими формулами пользуются там рдк там легионеры себе и батальон но это люди которые поняли это еще будучи в россии что смыслом этой войне вообще никакого нет они прекрасно дают себя четко ее развязал какие цели какие цели путина который себя там возомнил царем который может захватить вы чуть-чуть у него не получилось так как он себе планировал и они еще будущем россии поняли что это просто убийца просто убийца и против него надо воевать и если они будут воевать на стороне украины против него то это вообще не означает что они за украину против россии то есть за украину как таковую против россии как таковы не они воюют против этого режима который античеловеческий потому что если посмотреть ресурсы россии возможности россии то окажется вдруг что вы там можете все очень хорошо жить и вообще ни с кем не воевать но живете вы там не очень хорошо задумываете вот 18 лет не пацаны 20 лет не пацаны идут и гибнут и вы мне сейчас не скажете за что они погибли вы можете стать что они погибли за то чтобы освободиться или за деньги там еще за что-то но это все и субъективная история я имею ввиду в общем в целом то что где вам вам даже не говорят где ваша победа и какая цель у этого всего сначала халили 1 потом 2 потом 3 4 люди которые приходят в рдк и он батальон сибирь они понимали это еще будучи в россии не пошли воевать с этим режимом для того чтобы для того чтобы нормально люди жили они происходило то что сейчас происходит короче говоря вот и вся ваша история собственно все попали в плен как бы все ну что мне что понравилось приняли нас вот те кто на передке пацаны вот они к пленным относятся лучше чем уже как дальше ты лучше уезжаешь ты они принимают так ну хоть мои противники но они принимают так как людей которые я даже побратоваться успел это побратоваться стать братьями да ладно это шутка и членов вас тоже продолжились с пацанами но свои наслужившие украины это санчо фарт да и когда уже выходили вот ну то есть когда нас уже вывозили все равно еще получен скушли уже мы еще тогда идешь ну до места до точки эвакуации добираешься глаза же не связано ничего идешь пешком и уже идешь можно сказать как в одной коляске с теми же конечно потому что у вас одинаково может прилететь когда 300 лет по ходу и друг друга нанесут потом на когда пленный берет насилки с нашим бойцом несут либо другого пленного либо нашего это понятно я чему не могу закончить эту мысль когда люди идут это не то чтобы я там кому-то там настаивать пытаюсь не дай бог там вербовать еще что-нибудь чтобы никто не подумал но когда люди идут в рдк в лихимон или патрион сибирь они понимают конкретно и четко против чего они воюют и за что они воюют конец этого режима который развязал эту войну который обрек на смерти такое количество людей это и есть их победа все там четкое понимание четкая цель что они делают и зачем и там есть братство там есть воинная поддержка там есть взаимопомощь там действительно ну розочка и друг друга не кромса всякая конечно может быть нашел такое дисциплина и все так вот все все то что как бы должно быть вот в армии вот есть в этих подразделениях в принципе на за счет этого и держимся потому что ну понятное дело что и оружие у вас больше и танков у вас больше и где у вас больше за с марта месяца то что я на контракте я ни одного танка еще не знаю может они у вас там по красной площади будут и я говорю я не видел ни одного этого это я не знаю есть просто четкая статистика количество танков авиации флота у россии и количество аналогичного украины конечно же есть вещи которых у нас вообще напрочь отсутствует просто например флот ну ничего мы придумали морские дроны называются малюк которые ваши прекрасные вот эти вот огромные крейсера которыми вы так сильно охарделись просто вылетают короче и не могу не крейсер они ничего и там уже четверть четверть флота черноморского уже точно не стало потому что точно и крейсер москва это же вау крейсер москва я знаю я читал много смотрел про него даже интересно что какую вы версию затопление крейсера москва слышали попадание ракеты все-таки попадает что этот какая бы на нем не было ну по противоракетное все все просто у крейсера москва были слепые зоны было когда он просто не видел ну он создан таких еще при советском союзе крейсер москва даже флагман флагман петр великий считается а не крейсер москва хотя они одного класса а петр великий где стоит мало он кажется на тихоокеанский флагман тихоокеанского это черноморского ну а так он считает петр великий же у нас как бы самый такой петр великий они не я подозреваю не отправят в черное море будет слишком неприятно потом рассказывать по телевизору о том что вы знаете такая качка была короче но они сначала что че я спросил про версию потому что по российскому телевидению страшный шторм ураган короче вообще такой налетел общем крейсер утонул не полностью утонул ну как бы еще немножко сверху но уже чуть-чуть снизу короче в общем не сильно все понятно все до свидания переходим к следующим новостям а сейчас об украине не я смотрю я это смотрю когда уже это все утихло мне попалось что я посмотрю потом им пришлось признать что звонить буду пробовать да потому что такая ситуация получается что твой отец но на два моих сообщения не ответил у него сейчас начнется может быть сейчас слову словарной словарная атака короче мне снова начнет атаковать но сейчас он что-то вот ну быстро готова позвонил че давай попробуем тоха алё добрый день вы можете чуть подальше от телефона телефон чтоб вас его все прекрасно прекрасно отлично и чуть 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 ниже потому что вас плохо видно меня зовут владимир я журналист из украины сын ваш у нас в клену вы знаете об этом разговорить с ним будете разговор под записи для публикации передаем привет мать ну чё как дела нормально да ничего как видишь все хорошо все тихо спокойно чё ты этому не звонила кому я говорил то руси то что он сказал ты потом не номер возможность будет номер скинуть скинешь на этот номер цифры и вон ты откуда кто тебе сказал то что я в плену откуда ты узнал а все я понял не видел отправлялись с этого с войти да понятно понятно так все нормально все хорошо ясно ясно я вчера от этот и на было вчера просто отписаться что ты услышала тут просто человек ну вот вот так ничего все нормально ждем обмена как бы работают тут как обменять проволоку кручу сетки мотаю я уже месяц как плену тут уж вторую неделю будут деньги зарплату дадут так я тебе отсюда позвоню еще так ну тут все платно ладно не расстраивайся там все хорошо номер скинь руси мне ему позвонить надо все давай вопрос можно вы узнавали о сыне вообще он там как числится где числится а где где это узнают ну кто его на военные военные приезжали спрашивали так что спрашивали что спрашивали где а то у чего так его же военные воевать отправили чего они у вас теперь спрашивают где он не знаю я когда изначально без вести пропавший наверное ну так они может думали что я позвонил и домой приехал они обыскивались не проверили да ну опускивать кто-то понял ну по крайней мере понятно почему так ну а вы лично не ездили там военкомат куда-нибудь сказать что он в общем то ты же говорила что ты в это заявление то написала в этот военкомате а военкомат вызывал у тебя же родственники не указаны ага никто ничего не знает а вот так вот да все я понял скорее всего да вот она уже писала знаете вы узнаете вы узнаете вы узнаете потому что он нам здесь не нужен нам надо его бы домой было а как же мы его отправим если у вас его не заберут а заберут только в том случае если он хотя бы пленным признанным так мы нашли в этих соцсетях все эти вот выступления вот эти все а они думаете не видят я вижу вы в общем-то соображаете в правильном направлении то есть они все знают но для того чтобы они его признали военнопленным не домой забрали вы должны как говорится им помочь и может быть не один раз даже до золкин моя фамилия у меня на канале будет видео с ним вы сможете взять спокойно показать рассказать потому что они в принципе вкусе что я главный бендеровец но один из них по крайней что вы думаете что вы думаете о бендеровцах а чё вы решили что я бандит так а может это самый хороший человек на самом деле видите как вы плохо думаете о людях сразу чуть что сразу бандит надо думать а про войну что думаете потому что ваш сын тут на войне был и погибнуть мог и все такое она не знал что я вообще уехал она узнала только через три недели когда уже был это волевое решение было принято в связи с чем ну не знаю не хотел курс ставить потом уже когда мотивация пойти воевать вообще какая потом расскажу хорошо ладно он потом расскажет по секрету все идите военкомат в министерство нападения идите все мать пока скинь скинь номер руси хорошо я сейчас поэтому уже скину хорошо я могу продиктовать не надо не надо не надо не надо лучше скинь скинь хочешь скинь да 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 монтажер больше работает вырезать потом эти мне просто товарищи мама юморит у вас всегда юморит а как сеструха юморит так это там вся семья такая друг друга ходишь вот только батьки еще накрыл все-таки мотивация 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 подписали меня он по я его даже не спрашивают освободиться хотел на сколько срока лет десять 10 лет два месяца у меня тоже могло могло прилететь всем и денег должен был еще тем более я в то время немножко злоупотреблял с этим это тоже подвигло под пьяную голову а да чё пойду подрезал россиян есть три мотивации идти воевать какие третий понятно срок давай первая какая ну срок деньги срок деньги а третья нет подожди есть вторая срок это что ну срок то есть тюремный срок как у него так а третье чтобы не получить тюремный срок ну кто-то за гражданство чтобы получить российское гражданство это уже мелкие более там больше там другой там нажрался короче что не помнят зато военкомате оформляют за сутки вот сзади пока пришел пока пьяный пока такие же как вы нужны ребят нужны же ну должен же кто-то идти в эти штурмы пока не очухался его вообще не проспался еще на данный момент вот давай с антона начнем ты что на данный момент думаешь о своей поступке вообще не обдуманный могу очень глубоко очень глубоко можно с другой стороны подойти вот не обдуманный а если бы он был бы обдуманный то каким был был ну явно я бы не пошел сюда обрывать наверно не не наверное пошел просто мне как бы посмотрел мне не объяснить я не знаю у меня крутится на языке ну что-то ну переигралась немного в голове у тебя же ты же руководствовался не только тем что ты пил не только тем что можно руководствоваться тем что ты пил это сопутствующее состояние да понятно там решение принимаются всегда не сильно обдуманно когда ты пьешь но и деньги да там денег должен понятно это основное то есть да ты пьешь и ты должен денег и ты сидишь в этом состоянии ты думаешь пойду-ка я наверное побоюю и короче таким образом разберусь со своими финансовыми проблемами это 50 процентов всех кто пришел сюда наверное думаю примерно думали примерно так же как и ты но ты же наверное себе там крутил в голове что ты что-то хорошее будешь делать ну я исходил из того что у нас показывают по даже думала хорошее что за страну приду воевать вот что да блин скажи пожалуйста как можно пойти воевать за страну в чужую страну или ты не признавал что есть такая страна как украина я признавал дело в том что у нас стоит такая информация про хочет учить ли тут не натомские войска стоят и украинских типа украина ну не воюет а тут наемники как нам говоришь тут поляки от не вообще серьезно мексика это вот но у нас вот в подразделении у нас говорит что тут чуть ли не одни поляки воюет много поляков видел ни одно вообще не задумываетесь над этими простыми вещами а зачем полякам вообще-то наем не пульскую тушенку наем есть даже неплохая наемники наемники ну наемникам же деньги надо платить понятно правда ну а что украина такая богатая страна что она может платить в европе всей бабки чтобы они сюда приезжали или может быть украинец среднестатистически зарабатывать меньше все-таки чем поляк давай честно и наверно украинцу проще заплатить чем нанимать поляка ну я об этом не задумывался так глубоко согласен это вообще какая-то просто страшная мысль просто был к такому разве подумали сказали что поляки значит поляки поляки вообще зачем им это нужно хорошо отдавай возьмем типа закладочку хорошо поляки украине поляки воюль на короче все вообще все как они дальше будут дальше что это же в украине это же не в россии так ну дело в том что они стоят ну как бы на границе и мы это превентивный удар типа служить биноклями стоят ракеты вода годновиденные короче да может быть только этого никто никогда не видел вот штука я об этом не задумывался современные спутники там лишь в россии дальше есть космические войска называются они что наверно вы увидели бы тут ситуацию показали бы какая угроза страшная нависает дело в том что ну ну я об этом не задумывался роль как бы было бы ну вот час я да может и задумываюсь об этом потому что хапнул это но задумываюсь но в тот момент полученная информация что было с телевизора или с общих там делись интернета все тут я уже ощутил это вот все ощутил и понял работает это у вас следующим образом есть главный мотиватор главный мотиватор это деньги срок или чтобы не посадили ну короче угроза это основное без этого мало кто сюда бы пошел очень мало кто процентов 5 не больше а есть такая вот вот это вот конкретная вещь а есть такая присыпочка которая это все посыпают это вот то что вам по телевизору разваливает рассказать это присыпочка типа как чтобы не сильно задумывались над тем что вас сюда чтоб из вас сделали нищих людей которые готовы идти воевать чужую страну жертвой своими жизнями с неплохими шансами кого-то убить да то есть чтобы не думали о том что вас сделали нищими убийцами которые угрожают либо посадить либо просто отпускают чтобы сильно над этим не задумывались вам это все посыпают на я и так далее и тому подобное как что понимаете что ничего этого вообще ровно ничего из этого здесь просто нет как вариант давай попробуем мать давай сколько ему лет 50 52 моложе моей матери он должен был у тебя мне 46 ну и 26 лет что могло случиться как-то уже могло случиться вот он так прям домахался этого звонка в общем что там для сообщений написал всего ну папа пишет что вас заставили из местный стоит отдаленных написать контракт это же неправда их тоже не заставлял на это у меня товарищ она приезжала 200-200 бригада морского флота москово флота москово флота москово флота перепродали потом 30 это москово флота вот ты понимаешь ты что же не сильно понимал что куда ты нашел и подписываешься или по нему почему я знал его ну либо живой либо мед у меня было создание либо дали понимал то есть надо понимать что ты еще повторил бы вот этот вот свой здесь путь если бы ты вернул значит на место да ты все ты все понимаешь каким понимал и тебя спрашивают что подписываешь нет сложно для меня короче понять объясни ты все понимал тогда и ты все понимаешь сейчас а чтобы повлияло на твое решение у меня были задачи совсем по-другому поставлены то есть я не должен был примеру обучения с не должно был проследить прямо две недели нам было сказано что она проходит полгода полгода мы стоим на границе и чине года вот этого округляем и амнистии и военкоматах и также говорят полгода ты учиться должен на а потом полу даже стали на границе на границе и военкоматах также полгода там ну месяца три по 3 до полгода от трех месяцев до полгода обучения и потом бросают день нет 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 как такового когда заходили вот волчанск такого страха не было понятие вон ушел ты знал будешь живой или мертвый то есть ты понимал жил понятия насчет того что если закину даже в горячку либо живой либо мертвый было такое но ты все равно думал что ты будешь стоять нахренеться почему я думал что либо закинуть на границу как они сделали как это продолжает либо основываясь на слухах закинуть в горячку в пекло и ты подписал подписываешь а сейчас спрашиваю если ты вернулся в тот момент ты подписал это решение почему ну интересно это не объяснить если бы не сейчас предложили бы заново вот продление будешь продлевать нам кину бумаги на стол будешь продать скажу и конечно нет сказал почему это тем более посмотреть на все вот это вот но происходящее как такового она не стоит по почти не шансов я так понимаю что он возьмет трубку попробую позвонить еще раз нет я конечно могу тебя дергать потом отдельно если начиналось с того что он вроде как сильно хочет с тобой поговорить а твои вовремя не отвечают это естественно обау ну эта мать она прочитала скажет ну сидела ждала она просто не чухнула что ответить в адеквате поймешь что можно перезвонить через 20 минут когда тебя приведут я тебя позову и мы короче это звонок присоединить к этому видео чтобы было все понятно от себя по пару слов ну тут не знаешь даже чего сказать по пару слов кровь кровь говно и волосы больше тут ничего не ну ладно мясо мясо тогда короче тогда пойдем по другому есть знакомые люди которые тебя знают место посоветую им короче на основе своего опыта короче стоит сюда пить и там подписывать контракт или не стоит ну это конечно выбор каждого но я бы уже второй раз не пошел подписывать это выбор каждого ты за них выбор не делаешь но если у тебя есть люди ты же вообще как к людям хорошо ты не желаешь никому там смерти там увечий каких-то вещей нет и я же не прошу сделать за них выбор я прошу как вот у тебя брат пред тобой сидит до того дочери да я хочу контракт подписать что ты говоришь да не стоит подписывать вот брат вы сказал что ну брату там кому я сказал не стоит подписывать потому что поехать вот где тебя разложат отправят и ну мясо смысл я а допустим допустим ему повезет как очень сильно как там вот этим десяти процентов или пяти процентов которые но эти десять или пять процентов они убивают вместо этого не вот они убивают да вот они пришли сюда мы здесь живем как вода никого не звали не просили все такое прочее и вот ты убил а он чей-то сын чей-то там муж отец это с этой точки зрения стоит идти нет но осталось на своем опыте как дома нет конечно он того не стоит не так страшно но не так страшно война не так страшно не так страшно ранение как страшно потерять человека с кодом-то находился рядом надо основываясь на своих напарниках вот например был со снайпером постоянно вместе и когда мы выходили с ворону мимо сказал ему сиди в кустах рк по нам и вот откатил кассета я снялся броник закурил сигарету лег спать это потому что закончился адреналин когда заканчивается ленте постоянно кунин спать башни башки перед башку перевернул здесь сидит рядом у меня герц а вон сидит здесь я бы никуда я буду то и на эту точку не ну она вроде как один раз но он пошла и попадает то есть они идут пристрелочные совсем другую и я сказал ворону никуда не дёрли давай двигаться на фото ты никуда не бегал все дак и вот можно на 10-15 там прошло я смотрю глаза открываем где сделан встречая панды выглянул но есть также но она не так уж это как этого не стоит это все это не как получается никак кинул это такого нет что тут тебя попало ты быстро закинулся взлетелось не она так не работает если все оторвало так оторвал его не пришить обратно висит по полоску так его вообще ну пример вот как у меня без этого никак не утащить потому что он задет не здесь вон тогда еще раз обращаюсь к российской стороне забирайте делайте обмен забрать и потому что полно людей которым необходимо серьезно хирургическое решение условия предоставляется медицинская помощь безусловно но не какие-то серьезно серьезных операций я думаю никто делать на то же самое то что при обмене тогда только вот этим будут заниматься а позади легкие да они делают ну перевязывают обрабатывают зашивают вообще по теории нет это понятно что по теории как бы только услышав эту информацию что кому-либо тебе или кому-либо нужна срочная операция возможно они не знают как они должны сразу же связываться с нашей стороной у нас ваши есть уже 300 и 300 гражданских и не повозили знать короче есть кого и на кого меня и не тут же сразу же нужно озаботиться вопросом тебя например или любого трусота но я заходил позавчера на корпус для раненых и короче там уже целое спальное помещение с раненым не сильно хотят забирать ладно я благодарю за беседу тогда и и Продолжение следует...